В Мариелл из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и увеличения роста числа заразившихся действует режим повышенной готовности. С апреля на территории города сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей данного режима. Исполняющий обязанности мэра Алексей Веселов рассказал о статистике на сегодняшний день. Как мы сами с вами наблюдаем, все-таки граждане иногда пренебрегают этим указом, который распространяется по самоизоляции. Люди пожилого возраста, молодые граждане нашего города все-таки нарушают этот режим. Хочу довести информацию до всех о том, что на период с 1 апреля по сегодняшний день на территории города Волжска и Волжского района, под ведомствами которой МВД по городу Волжск и Волжскому району, составлено 744 уведомления. В первую очередь их работа носит, конечно, планово-предупредительный характер по информированию граждан. Но, к сожалению, имеются у нас те граждане, которые не соблюдают данный режим и уведомления не носят для них какой-то такой предупредительный характер. Поэтому хочу проинформировать, что на сегодняшний момент составлено 73 протокола по статье 20.6.1 и 7 протоколов по статье 5.35. Весь личный состав МВД Волжский работает в усиленном режиме, за что им хочется сказать спасибо. Данные рейды проводятся с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавируса. Следующим этапом это направление в суды. Хочется отметить, что положительная практика судов уже имеется, как по республике МРИЭЛ. Суды наверняка будут рассматривать это по такому же порядку, который они были составлены в других городах и районах республики. Поэтому хочу еще раз обратиться к гражданам по соблюдению мер самоизоляции. Будут выдаваться эти предписания. Та работа, которая проводится в МВД Волжский, направлена еще раз хочу подчеркнуть на предупредительный в первую очередь. И как крайняя мера это составление протоколов. Также согласно указу главы МРИЭЛ на территории республики действует ограничительное мероприятие, а именно на федеральных трассах сотрудники госавтоинспекции проверяют граждан как на личном автомобиле, так и на автобусах. С недавнего момента действует у нас ограничительное мероприятие по въезду граждан из других субъектов Российской Федерации. В целях реализации этого указа главы республики у нас действуют на территории республики кордоны ДПС, либо посты ДПС, которые останавливают общественный транспорт, останавливают транспорт, идущий или имеющий другие опознавательные знаки другого региона с вручением уведомлений, переписывают данных граждан и направляют сведения далее по инстанции. При въезде в Волжск такой пост установлен в селе Помары. Также хочу обратиться к родителям детей, несовершеннолетних детей, которые зачастую бывает такое, что в вечернее время выходят на прогулки. Также хочу предупредить, что штрафы или протоколы по статье 5.35 они составляются. Для того, чтобы этого не происходило, следите за своими детьми, все-таки делайте так, чтобы они оставались дома и соблюдали этот режим. Необходимо в это время нам всем поберечь себя и своих близких.